Я фуди. 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 Фуди, да. Люблю поесть. Во время съёмок я сдерживаю себя, но в перерывах я налегаю на еду. Но также я люблю животных. Так вот почему ты их ешь. Нет. Нет, если я вижу, когда кто-то... Люди говорят, что любят еду. Так что ты любишь животных и поэтому готовишь из них еду. Нет, я пробовала много раз. Обещала себе, что откажусь от мяса. Я это пробовала. Я не ем мясо одну неделю или 10 дней, но стоит мне увидеть, как кто-то ест мясо, и я говорю себе, начну вегетарианство со следующего месяца. Я не знаю, как мне справиться с этим. Конечно, у меня даже есть два домашних питомца, и я не знаю, что вы, Садгуру, скажете обо всём этом. О мясе, об отказе от него. Когда ты планируешь съесть своих питомцев? Нет, нет. Нет. Они мне как дети. Я встречал таких людей, они разговаривают со своей курицей, всё очень мило, а на следующей неделе они её съедают. Видишь ли, на сегодняшний день имеется достаточно свидетельств, показывающих, что растения настолько же чувствительны, как и любое другое создание. Поэтому, едите ли вы растения, или животное, или что-то ещё, это всё равно насилие. Единственное, что они не кричат. Вообще-то кричат. Но вы этого не слышите. Вот и всё. Имеется достаточно свидетельств, доказывающих, что они кричат. Было зафиксировано, что если какое-то животное, скажем, где-то растёт тысячи или десять тысяч деревьев. Допустим, пришёл слон и начал есть листья с одного дерева. Сразу же это дерево отправит сообщение всем другим деревьям этого вида. что его листья кто-то ест. Не знаю, может ли оно распознать, что это именно слон, но оно говорит, что его листья начинают объедать. И в течение нескольких минут все деревья начнут производить в листьях определённое количество ядовитого вещества. Когда слон начнёт есть эти листья, на вкус они будут горькими, и в них будет ядовитое вещество, поэтому слоны их не тронут. Так что между этими растениями существует такая чувствительность. Срываете ли вы фрукт или овощ, или режете и едите животное, всё это жестоко. Просто мы должны делать это с некоторой чувствительностью, и только в той мере, в которой это необходимо. Отбросьте эту концепцию в фуде. Все мы едим еду. Мы должны питаться, иначе это будет жестоко по отношению вот к этому. Но идентифицировать себя с помощью еды — это неправильно, потому что это значит, что мы будем ублажать себя, а не только насыщать. У нас есть право питать себя. Как жизнь. Мы имеем право питать себя, потому что так устроена пищевая цепь. Но у нас нет права отнять другую жизнь только ради удовольствия. Мы не имеем права так делать. Мы имеем полное право питать эту жизнь. Но мы не имеем права наслаждаться тем, что отнимаем другую жизнь. Так что не называйте себя фуди, потому что еда никогда не должна становиться отождествлением. Чтобы получить питание, для выживания мы будем есть то, что у нас есть в данный момент.